Ну а пока весь православный мир готовится к главному празднику, Светлому Христову Воскресенью, мы отправляемся в Кемлю. Лазарево суббота и Вербное Воскресенье там поставили точку в деле возрождения местного прихода. Историческое событие. На заново построенную колокольню подняли колокола и купол, а в понедельник на место установили крест. Чуть больше 20 лет настоятель Рождественно-Богородичного храма Иоанн Просвирнин совместно с прихожанами и благотворителями занимался его восстановлением. Историю намольного храма знает Алена Москалева. Она провела на родине два дня и внимательно следила за преображением. Лазарево суббота в центре Кемли. На площадке перед Рождеством Богородичным храмом 8 новеньких колоколов. Рядом крест, луковка и купол. Через несколько минут начнется чин их освящения. Ждут митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построена в 1801 году помещиком Степаном Кротковым, основателем местного завода, который работает до сих пор. Говорят, что в этой церкви часто молился великий русский поэт Александр Пушкин. В 1905 году здесь даже отпевали его племянника Анатолия Пушкина. В 1917 году приход был закрыт. Еще 33 года спустя богоборцы снесли колокольню. Настоятель храма, отец Иоанн Просвирнин, показывает чертежи. Их удалось найти в Нижегородском архиве. С колокольни церковь соседнего села Лобаски видно было. Потом здание с колоннами использовали в хозяйственных нуждах. Со временем здесь разместилась центральная районная библиотека. В начале 1960-х рядом началось строительство магазина. Противопожарная емкость очень большая была закопана. И всю эту землю не вывозили, а просто разровняли рядом с храмом. И два метра было засыпано землей. Конечно, когда мы пришли и стали заниматься реставрацией в 2001 году храма, вся земля вывозилась до цоколя, мы дошли до цокольного этажа. И нашему взору открылась колокольня, остатки колокольни первого яруса с точными размерами. Это было большой удачей, отметил батюшка, потому что, когда к нему обратился благотворитель, пожелавший оказать помощь при восстановлении прихода, сначала заказали проект колокольни. Потом рыхлый кирпич, тот, что намок и разрушался, мы это все сняли. Укрепили все это арматурой, 14 километров арматуры у нас ушло. Залили все это бетоном, 64 куба в один раз. Вот миксеры из Саранского возили бетон, укрепили и стали вот в эти же самые размеры, по этим фотографиям и старым чертежам, воссоздали точную копию той колокольни, которая здесь стояла. У новодела точно такие же толстые стены. Нижний ярус в 5 кирпичей, средний в 4,5, а толщина самого узкого верхнего всего 87 сантиметров. Каждому ярусу погоду дали устояться, чтобы соблюсти технологию. Архиерей по очереди окропляет святой водой каждый предмет для новой звонницы. Десятки местных жителей, в том числе уроженцев Учалковского района, ныне проживающих в других городах республики, с восхищением ждут, когда владыка осветит купол и крест. Стоящий рядом кран не для красоты, а чтобы приподнять 850-килограммовый благовест. Первые удары в него совершают митрополит Зиновий, благотворители, настоятели храма, духовенства, а после приглашают к колоколу мирян. В итоге на полчаса его голос не умолкает, а очередь из желающих только растет. Воскрешение Лазаря уже 4 дня как умершего, как символ возрождения православия в России. Восстанавливая храмы, мы возрождаем нашу духовную силу, отметил митрополит. Когда в 20 веке у нас происходило такое массовое и тотальное разрушение святых, казалось бы, что уже и, во-первых, и некому служить, и негде служить, что все разрушено, ничего не восстановится. Но Господь силен совершать всякие чудеса. Он восстановил Россию через благочестивых добродетелей, благодетелей, через тех людей, которые вчера еще Христа не знали, не знали ни Господа Бога. А сегодня в их сердцах звучит эта уже песня вечности, та любовь к нашему призванию. На колокольню поднимались вместе с одним из благотворителей. Евгений Бурканов родился и вырос в Кемле. Ходил в здание храма, когда в нем была районная библиотека. Я с детства знал, что библиотека, в которую мы ходили, бегали, читали книги, вокруг которой бегали, играли, сражались, в мушкетеры играли, она была изначально храмом, который был до революции, здесь существовал. Легкий мандраж, волнение, ну такие радостные на самом деле эмоции с точки зрения того, что я надеюсь, что то, что было сделано Ацуманом и продолжает делаться, и те люди, которые ему помогают, это останется на века. Но я родился в Кемле, поэтому мне, конечно, очень приятно, что смог вложить какую-то лифту. В вербное воскресенье из Рамаданового в Кемлю пригнали башенный кран Мордовского агропромышленного объединения, чтобы поднимать освещенные колокола и купол. Бригада рабочих приступила к делу сразу после окончания утренней службы. Десятки верующих внизу снимали историческое событие на смартфоны, а благочинные Чалковского района и настоятель прихода в Кемле, отец Иоанн, приветствовал всех с башни колокольни. Первый колокол установлен, слава богу, самый тяжелый. Мало поднять, нужно еще и правильно разместить колокола на звоннице. Трудилась бригада рабочих почти 4 часа без перерыва. Длина стрелы крана 52 метра. Управлял ей уроженец учалковского села Калинова. Общий стаж крановщика 40 лет, 15 из которых он трудится в МАПО. За это время много святынь восстановили, только в текущем году уже второй храм, на который Александр Феофанов будет поднимать купол. Подходишь ответственно к делу, проверяешь все сам, чтобы было все надежно. И не только в Мордовии монтировали купола. Много где приходилось. После обеда на колокольню подняли свод. Затем начались приготовления, чтобы поднимать купол. К вечеру вербного воскресенья, когда к основанию конструкции прикрепили последний узор, купол взмыл в небо. Оставшиеся детали, в числе которых луковка, барабан и крест, установили на место во второй половине дня понедельника. А к пятнице здесь уже настроили электронный звонарь. Кстати, два колокола дореволюционных. Именно под них настраивали голоса вновь отлитых. Крест увенчал купол колокольни. Теперь можно сказать, что храм Рождества Пресвятой Богородицы восстановлен, хотя впереди еще много работы. А штукатуре свод и стены колокольни доделались. Алтарь, но это потом. Главное, что на светлое Христово воскресенье здесь услышат полноценный колокольный звон. Впервые с 19 века. Алена Маскалева, Игорь Гангаев и Александр Зюзяев. Программа «В центре внимания».